Да, кстати, тоже запишу это видео как некую такую отметку, чтобы потом можно было всегда отмотать и вернуться вот к этой точке. Помните, как я и говорил, что после медитации с Генри я четко-четко понял, что по возвращению в Санкт-Петербург мне нужно сконцентрироваться на музыке. И, соответственно, я стал думать, как это сделать, потому что, казалось бы, да, то есть я нахожусь дома, у меня стоят электронные барабаны. Казалось бы, садись и играй, садись и занимайся, но я все-таки считаю, то есть, ну, в моем случае очень важен контекст. И поскольку, сколько у меня уже электронные барабаны стоят? Очень много. И я скажу так, это расслабляет. Несмотря на то, что, да, я действительно, ну, минимум три раза в неделю занимался, но это было все равно не так. Иногда я себя заставлял, иногда я не хотел делать сложные упражнения, я хотел просто сесть и поиграть. Вот. И, в общем, какой у меня был ход мыслей? Первое, о чем я подумал, что мне нужен преподаватель. У меня нужен преподаватель, которому я буду прямо ездить, да, то есть реально тратить время на это, именно тратить. Ну, на поездки, на дорогу. Но зато это мне будет прибавлять именно ценность этих занятий. Значит, дальше, значит, какие мысли? Сейчас я просто думаю, надо ли об этом говорить заранее, потому что, возможно, этот влог выйдет раньше, чем я об этом скажу парням. Ну да ладно. В общем-то, мысль очень простая, она у меня уже сидит с самого, ну, она у меня все время, она меня никогда не покидает, и тем самым это укрепляет мою уверенность в том, что это действительно то, что нужно делать. Я хочу жить вместе с парнями, чтобы мы жили вместе. Я хочу по максимуму, это то, что я сейчас понял, разгрузить их от всех задач, не касающихся музыки. Ну, а это, собственно, работа. Какие у меня мысли были до сегодняшнего дня? Я думал о том, что надо, надо все-таки найти... Ух ты, истребитель или что это? А, нет. Короче, я думал о том, что надо снять дом, где мы будем все вместе жить и так далее. Следующий вопрос у меня был такой. Мы, поскольку эту тему уже поднимали с парнями, там была сложность в том, что... Ну, как бы, всем надо ездить на работу, у Элла нет машины, соответственно, есть вариант, как бы, жить за городом, мы не рассматривали, потому что, ну, куча времени на дорогу уходит. Думали даже вплоть до того, что вообще какую-то машину арендовать, как бы, ну, на нас, на всех, чтобы до Элл ездил на машине. Короче, разные варианты. Соответственно, тогда мы эту тему как-то, ну, замяли, и сейчас я четко понимаю, что, ну, это действительно, это правильный путь, потому что, ну, если ты хочешь в чем-то добиться, в каких-то результатах, ну, нужно по максимуму, нужно быть в контексте, нужно постоянно в это инвестировать свое время. И следующая мысль, которая меня посетила сейчас, в том, что... Я подумал, а что если инвестировать во все это дело? То есть, что если освободить, так скажем, парней... Ну, насчет Ники я не уверен, потому что у него все-таки свой бизнес, и он там сам может регулировать свою занятость. Но я подумал, а что если освободить тело от работы? Ну, так и сказать, типа, Элл, короче, не, вот так, ну, собрать парней, сказать, ребят, я готов, значит, сделать так, чтобы вы не работали, но... Условия, да, соответственно, мы живем все вместе, соответственно, музыка 24 на 7. Ну, условно, ну, то есть, понятно, что не 24 на 7, но именно мы живем вместе, мы находимся в контексте постоянно. Вот, и, соответственно, я готов в это все инвестировать, потому что, ну, короче, неважно почему. И, соответственно, одно, ну, как бы одно из условий, это то, что когда группа будет приносить доход, соответственно, эти вложенные мной деньги, они вернутся, причем вернутся с каким-то коэффициентом, потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что условно 600 тысяч рублей, вложенные сейчас, в 2019 году, это не те же самые 600 тысяч рублей, скажем, через полтора года, когда банда уже начинает приносить деньги, то есть ценность совершенно разная, поэтому нужно закладывать этот коэффициент и... И, короче, вот, такая вот меня мысль сейчас посетила. Я, поскольку, поскольку меня это вообще не покидает, вот эта вот идея о том, что надо жить вместе, чтобы что-то создавать. Может быть, вы знаете группу Sachi Beautiful Day, в свое время они прям были, ну, популярны в альтернативной нашей тусовке. Ребята жили вместе. Группа Blackwell Brights, они тоже, когда начинали, они жили вместе. Ну, не все, но, короче, вокалист с гитаристом, то есть это важно, это важно, это нужно. И поскольку меня эта мысль не отпускает, я чувствую, что нужно это делать. А вторая причина, это то, что если ты двигаешься так же, как все, то ты, в общем-то, и добиваешься того же, чего и все, да, ну, в плане музыки и так далее. Поэтому я понял, что тут нужно делать какие-то такие сверх... нет, не сверхъестественные, это нормальный, это обычный шаг. Я не понимаю, почему я вкладываю в это что-то такое просто, типа, ааа, какая это кошмар, такое трудное решение. Нет. То есть, на самом деле, просто нужно делать то, что не делают другие. Тогда ты, в общем-то, добьешься того, чего другие не добиваются. Вот, в общем, такая вот стратегия очень простая, и, ну, я понимаю, что вообще не вариант мне приезжать в Россию и снова помещаться в тот контекст, в котором я находился, да, то есть это моя классная, офигительная комната с барабанами, с электронными. Чувствую, что это не будет меня должным образом заряжать. Я еще... короче, мне сейчас надо ехать, а сейчас поеду на метро, еще раз все обдумаю и расскажу еще более детально вам про контекст. А пока давайте затестим этих ребят. Эй! Давайте, загорайтесь! Непонятная тема, почему они не активны. Хотя, вроде бы... Вроде бы все... Блин, ну, конечно, да, это прикол. Если... Просто они даже, как бы, сам экран не активируются. То есть тут можно оплатить, я напоминаю, через этот терминал, и он тебе, ну, условно даст на... Даст код для смс-ки, ты его тут вводишь. Но для этого нужно, чтобы сам экран, как бы, активировался. А пока что ничего не активируется, значит, окей, ищем самокат и мчим. А велосипеды, ну, соответственно, в другой раз, потому что время уже поджимает, надо спешить. Так, вышел из метро, двигаемся к Жене, и параллельно по картам смотрю, улица, в общем-то, вот, вот эта улица на гугл-картах. Короче, когда какие-то перекрытия, там это все показывается. И вот эта улица была выделена, и написано, что в 8 вечера будет рождественский парад. Так что, возможно, возможно, это не точно, но есть неплохая возможность приехать, ну, не приехать, а после встречи пройти, прогуляться, посмотреть, как это все будет выглядеть. Весьма интересно. Но я хотел с вами, ну, хотел вам рассказать про контекст, что это такое. Вот. Короче, контекст. Контекст это такая штука, в которую ты себя помещаешь, и которая очень сильно влияет на твое мышление и вообще на твою мотивацию. Почему? Потому что когда, ну, у меня были ситуации, да, с поиском квартиры, когда, ну, я понимал, что мне по-любому надо там через 3 дня, условно, ну, куда-то приехать, заехать. То моменты того, что надо поехать, допустим, и посмотреть квартиру, нужно написать на форумы, еще что-то сделать, они были не то, что мне в тягость, а даже в этом какой-то кайф был. То есть, а так я представил бы, условно, если бы я жил, да, допустим, ну, просто жил и подумал о том, что, ну, было бы неплохо сменить в следующем месяце заехать в другую квартиру. Стал бы я так активно что-то искать, как-то действовать? Сомневаюсь. Вот, точнее, я как раз-таки сейчас над этим и работаю, да, чтобы, то есть я, ну, условно, логика плюс ощущения, да, чтобы они объединялись и чтобы мне не надо было себя помещать в контекст, да, то есть, условно говоря, чтобы не, ну, чтобы я сидя рядом с барабанами на них заниматься, да, вот. Да, это, это очень большая, на самом деле, работа, чтобы себя вот так правильно настроить и вызвать у себя действительно желание заниматься и вот эту ценность создать. Вот, но пока что, да, пока что я убедился, что работает именно контекст. То есть, еще раз, да, это когда мы попадаем в такие ситуации, в которых вещи, которые казались нам в повседневной жизни какими-то сложными, там, нам не хотелось за них браться или мы всегда их откладывали, они кажутся нам в этих ситуациях максимально естественными. То есть, сейчас будет странное сравнение, но недавно смотрел Дениса Борисова, он рассказывал про, что мы чувствуем во время смерти. То есть, да, когда наш организм получает какую-то тяжелую травму или, ну, когда просто сердце останавливается. Так вот, организм в этот момент выделяет гормоны, один из которых какой-то, короче, я не помню, как это называется, есть такой, в общем, даже наркотик, DMT, по-моему, его сокращение. Суть в том, что организм, когда понимает, что сейчас точно не самое лучшее время, чтобы испытывать боль, он выделяет вот эти вот вещества, и ты, по сути дела, находишься, ну, как будто бы под наркозом. Вот, это тоже такая вот реакция нашего организма. Вот, поэтому, собственно, собственно, это к чему? Это к тому, что опять снова к контексту. Как только мы оказываемся в какой-то новой для нас ситуации, организм даже на химическом уровне начинает по-другому себя вести. Вот, поэтому, условно говоря, если вам не хватает упорства, да, усидчивости, чтобы чем-то конкретным заняться, найдите в себе силы, чтобы, так скажем, швырнуть себя в контекст. Потому что я понимаю, что на самом-то деле надо больше, больше яиц для того, чтобы именно переместиться в контекст. По сравнению с полномерным усердием, да, ну, я сейчас это сравниваю с занятием на барабанах. То есть, я понимаю, что гораздо проще себя заставлять каждый день заниматься на барабанах. Но, ну, вот не получалось у меня так, ну, не получалось. И, как бы, я просто чувствую, что мне это будет некомфортно. То есть, я буду каждый день себя заставляя, ну, перегорать, так скажем. Как будто бы, знаете, в музыкальную школу ходишь, тебе надо экзамен сдавать. Вот, а чтобы себя в контекст швырнуть, вот тут уже нужны яйца. Соответственно, и это гораздо более, на самом деле, сложно, но это более эффективно. Потому что, попадая в контекст, ты получаешь тот самый позитивный стресс. Стресс, который стимулирует тебя двигаться, развиваться, думать, более чувствовать окружающий тебя мир, более четко улавливать знаки вселенной. И, по сути дела, у тебя появляется такое ощущение, что, ну, как бы, бесстрашие некое. Потому что ты уже такое сотворил, там, условно, да, такой серьезный шаг в своей жизни сделал. Вот. Подумайте, подумайте над этим. У меня вообще, в принципе, я сейчас подумал, что это такая даже некая философия. Контекст. Ну, то есть, да, какие-то сложности, там, помещая себя в контекст. Добро пожаловать. Такие, такие у меня мысли. Меня это очень, очень сильно вдохновляет. Потому что я вижу за этим развитие, вижу за этим реализацию амбиций моих. И, надеюсь, что и парней. Все, до скорого. Так, наш дакшн-митинг внезапно перерос вот в это. Заряжай патроны! Кто бы мог подумать, что... Сегодня я буду заряжать настоящие патроны повышения квалификации. Тогда разверни к себе в магазин и досылай его пальцем. Кажется, конечно. Дадите попробую. Продакшн-митинг. Ну, как свет там оставим в итоге-то, ребята? Мы обсуждаем англс. Да, да. Раскадровка. Я вижу, готово. Проверяем, чтобы проб сработал. Да, да, да. Я вижу, я вижу. Классно. Ой, прям в нее целится. Ну, круто. А что думаешь, вообще по прицелу с этой красной точкой, да, вообще идеально, то есть, очень удобно. Да, да, да. Реально, просто куда красную точку направляешь, ты, да, на ее идет. Да, и точность очень-очень высокая, то есть, как бы, лучше, чем в Counter-Strike. О, да, да, да. Так, что у нас на очереди теперь? Может, пистолет? Ты, давай. У нас... Сейчас у нас руки падают. Смотрите, что у нас есть. Мы размялись, а теперь, да, время дезертыгала. Самый бандитский. Да, да. Так, ладно. Так, что на очереди? Мать его дезертыгал. Ну, как тебе, Калашик? У нас отдача большая, как я думал. Что-что? Не такая уж и большая. Да, я тоже думал, спасибо. У них там не такая большая отдача. Да. Итак, пустынный орел здесь. Отойди, отойди, отойди. Вылетает, реально так. Хорошо, что мы с М4 начали. Да. Вот серьезно. Женя услышал звук от дезертыгала. Не смог, не попробовать. Калашикок удобнее, чем, наверное, этот там М4. Калашикок, кстати, у нас такая сила. Так, что это? 4.2 или как это? Модель называется. Самое прикольное имя, и поэтому он был выбран, называется Тейвор. Вот, мистер Тейвор. Мистер Тейвор. Палка, аргумент. Еще у него есть автоматический режим, поэтому мы сейчас попробуем очередями. Ну что, такое вот завершение вечера. В общем, история была такая после продакшн-митинга. Мы садились в лифт. Женя у меня спрашивает, хочешь поехать пострелять? Ну, я так подумал, что да, почему бы нет. Ну, как бы я не думал, что мы прямо сейчас поедем. Вот, и он такой, ну окей. И когда они начали обсуждать, кто с кем поедет в машине, я такой, а что сейчас? Ну, и как бы все от этой фразы выгорели. Вот, в общем-то, мне очень понравилось, что решение было принято так быстро. Ну, потому что, ну, как вообще можно сказать, типа, нет? Ну, то есть, ну, вообще, как в этой ситуации можно было даже думать о чем-то? То есть, это что-то новое, да? Это, ну, во-первых, это, как сказать, тимбилдинг, да, некий, потому что мы как раз всей нашей съемочной командой собрались. Вот, во-вторых, ну, да блин, конечно же, да. Вот, хотя, ну, я никогда не испытывал какой-то там страсти к оружию. Ну, я даже наоборот, у меня больше негативное как бы вызывает ощущение. Не суть. Мне надо было попробовать, да, чтобы понять вообще, как, как, чего, мое, не мое и так далее. И, ну, короче, рассказываю. Первое, что впечатлило, что ты, в принципе, приходишь, заполняешь одну бумажку очень простую, и все. И там огромная витрина, ты выбираешь любое оружие, которое хочешь, комплект патронов и мишень. Никакой охраны, как бы ничего вообще нету. И единственное, что попросили удостоверение личности. Все, никакого инструктажа не было. Ну, то есть, правда, все было написано в той бумажке, которую ты заполняешь, но все же. И дальше тебе просто дают коробку с патронами, и оружие в руку дают, и говорят, вот, иди, короче, вот там, этот, твоя, твоя, как называется, ячейка, ну, короче, твоя, ну, да, по сути, ячейка, с которой ты стреляешь. Вот, говорит, иди туда. И все, ты просто заходишь, ну, в тир, все уже классическое вот это, длинный коридор, да, из людей, каждый в своей ячейке стоит и все стреляет. И ты такой, типа, и, и, и чего, короче, почему первая мысль была, самая, короче, рассказываю, как мы только подошли к нашему, буду называть ее ячейкой, окей, подошли к ней, справа от нас там мужик из какого-то просто адски мощного оружия стрелял, и было, ну, настолько громко, то есть, мы были в наушниках, но все равно первые минуты две, как бы, я бы даже сказал, реально было некомфортно. То есть, ну, не просто, что, как бы, не по кайфу, а именно некомфортно, то есть, ты прямо напрягался от каждого выстрела, то, что гильзы летели, как бы, через перегородку, ну, хоть ты в очках и в наушниках, но все равно, ты, как бы, еще не привык к этому и не знаешь, чего ожидать. Вот, забегая наперед, буквально через пять минут, ты вообще от всего этого отстранился, и, ну, это все стало естественным уровнем шума. Ну, это к вопросу об адаптации, о наших приспособленческих качествах. Ну, и, соответственно, следующее. Там тир порядка из, наверное, 12-15 вот таких ячеек, и на этот тир один, ну, сотрудник, который ходит, там что-то объясняет. Ну, и прикиньте вот это ощущение, что ты берешь реально винтовку, кладешь ее на стол, и, как бы, у тебя следующий вопрос. Так, окей, как ее заряжать, как предохранитель, как чего делать, и Богдан, ну, то есть я думаю, ну, как бы, я такой и думаю, ладно, сейчас разберусь, а Богдан позвал этого сотрудника и говорит, как бы, что делал сотрудник такой. Ну, короче, очень легко, так спокойно. Вот, смотри, здесь предохранитель, здесь кто-то, защелкиваешь, стреляешь и уходит. То есть даже не ожидая от нас, там, подтверждений или еще чего-то. И первая мысль, ты такой, типа, почему, почему, почему никто не стоит у меня за спиной, не контролирует каждый мой шаг, почему, не знаю, там, когда ты делаешь что-то не так, там, сотрудник уже не бежит, просто чуть ли там не набрасывается на тебя, да, чтобы тебя нейтрализовать. Вот такое ощущение, ну, поначалу мне показалось, как бы, слишком такое халатное. Вот, ну, суть в том, что, да, мы все, все это зарядили, начали стрелять, и тут у тебя такое появляется, точнее, это у меня осознание пришло уже позже, когда мы вышли из тира. Именно такое вот халатное поведение, оно в тебе формирует спокойствие. То есть ты, когда, ну, понимаете, когда, допустим, берешь оружие и сразу за тобой ходит человек и говорит, осторожно, вот так не делай это, не делай, ты реально начинаешь переживать и волноваться, потому что ты чувствуешь, что человек волнуется, потому что знает, что, ну, это реально опасная штука. А когда человек говорит, ну, да вот, просто нажимай, главное, с оружием не выходи из твоей этой ячейки и все, ты расслабляешься и ты себя более комфортно и уверенно чувствуешь в этот момент. Вот, собственно, это очень клевая психологическая штука. Забегая, значит, наперед, в Калифорнии запрещены автоматическое то ли оружие, то ли, короче, у всех винтовок, которые мы брали, там нельзя было стрелять автоматом. Там заблокирован был переключатель в автоматический режим. И у всех винтовок тоже интересный момент. К рукоятке, которую ты держишь, к ней прикручена такая пластиковая плашка, которая не позволяет тебе полностью рукой обхватить эту рукоятку. То есть ты не можешь, насколько я помню, ты не можешь ее вот большим пальцем вот так вот обхватить. То есть ты, потому что вот здесь у тебя пластиковая плашка, ты вот так вот только можешь ее держать. Мы, первое предположение было о том, что, ну, это сделано для того, чтобы если человек просто сходит с ума и начинает там что-то всех по тазу убивать, то когда ты, ну, неплотно держишь винтовку, ее легко очень из рук выбить или что-то такое сделать. Интересный момент. Кто знает, напишите в комментариях, почему такие блокираторы стоят на ручках. Вот. Ну и дальше, собственно, начали стрелять. Мы с Богданом взяли М4. Ну, потому что из Калашникова, в принципе, я стрелял. Мне хотелось понять, что такое М4. Это вот, как раз, американская конкурент. Или М6 конкурент. Я не помню. Ну, короче, вот эта серия винтовок. Это антагонист Калашникова. Вот. Взяли Desert Eagle. Причем, я не понял, как там считается общая сумма. Но, в общем, если на винтовке, которую мы брали, они стоили порядка 10 долларов. Только я не понял, за что там, как это считается. То Desert Eagle стоил 20. А другие пистолеты 5 долларов. То есть, ну, мы сразу поняли, что Desert Eagle это что-то серьезное. Ну, и, соответственно, да, на М4 мы, как бы, пристрелялись, поняли, как это все работает. А потом, когда мы взяли просто Desert Eagle, он, короче, так мощно-таский, что реально, когда мы начали стрелять, все в тире вообще замолкли. Потому что подумали, что, типа, вау, что это такое вообще? Типа, это вообще, это какой-то уничтожитель. Вот. И мы поняли, что Desert Eagle это пистолет одного выстрела. То есть, если, грубо говоря, ты выстрелил и промахнулся, то, скорее всего, пока ты будешь снова прицеливаться после такой отдачи, тебя уже нейтрализует. Ну, вот. Но зато, если ты попал, да, с Desert, все, короче, это до свидос. Ты просто вообще убийца. Вот. Ну, и, соответственно, дальше мы попробовали винтовку с каким-то названием странным. Она такая была прям очень мягкая, пластиковая. И, ну, ребятам она понравилась. Потому что очень-очень плавно заряжаются пули в обойму. Поэтому в целом отдача очень небольшая. Ну, такая прям как будто бы игрушечная. Вот. Ребятам понравилась. Мне как раз-таки этим она не понравилась. То, что не чувствуешь такой вот какой-то мощи в ней, да. Вот. И, соответственно, потом еще постреляли из револьвера шестизарядного, да, с барабаном. Прикол, что барабан никак мы пытались прокрутить его, да, как в фильмах. Ну, то есть, когда ты, да, зарядил его и прокрутил. Такой функции у нашего револьвера не было. Вот. И, собственно, еще ребята постреляли из дробовика. Ну, точнее, это не дробовик был, а это винтовка такая однозарядная. И у него, ну, такая, как гильза, да. То есть, как у дробовика. Может быть, и дробовик был. Ну, в общем, не знаю. И по ощущениям все сказали, что вот эта ртыгала отдача была самая мощная. Ну, она самый такой громкий, адский. Вот. Реально, короче, мощная, мощная штука. Что хочу сказать? Понравилось ли мне? Ну, смотрите, сам факт того, что происходило, ну, скорее, прям очень, ну, спокойно. То есть, я не скажу, что это у меня вызывало каких-то эмоций, какой-то радости, что ли. Но, что я очень, что мне очень понравилось, что это сам процесс, да, стрельбы, он, это такой приземляющий, заземляющий, так скажем. Как я вам и говорил, да, что, как мне говорили, и, в принципе, я тоже это чувствую, что у меня очень много высокой энергии, да, и в некоторых моментах нужно низкую энергию развивать. Так вот, именно в тире я прямо это почувствовал, да, то есть, там, ну, грубо говоря, стоят там такие, типа, все мужики такие, любители пострелять, ну, и ты стреляешь, у тебя даже на генетическом уровне, то есть, так или иначе, да, у наших предков, ну, когда была война и так далее, у них закладывалась некая реакция на выстрелы, да, там, на запах пороха и так далее. Естественно, нам это все передается, и когда мы это ощущаем, да, все эти моменты, естественно, у нас вырабатываются определенные вещества, так вот, я прямо четко почувствовал, да, что меня это очень сильно заземляет. И как вот мой хороший дзюбан, Руслан Столетов, он, по-моему, это он сказал, что говорит, я перед переговорами важными я всегда обязательно съедаю мясо, я прямо чувствую себя, ну, так, как бы уверенно сразу. Вот, а я вот подумал, пострелять в тире – это тоже отличная альтернатива для каких-то встреч, где нужно быть жестким, четким, где-то грубым и так далее. Короче, быть максимально заземленным, да, с большим количеством низкой энергии. Вот. Так что благодарен Хьюго за то, что он это все предложил. Благодарен себе, что я сказал «да», без раздумий всяких, в общем-то, тем самым открыв для себя вот такой способ понижения энергии. Потому что я искал это в единоборствах, да, занимаясь тайским боксом, но меня ненадолго хватило, потому что, да, первый месяц, наверное, как бы я чувствовал себя еще некомфортно, то спустя уже там месяц-два, ну, для меня это стало уже как в тренажерный зал ходить, то есть я потерял вот эту адреналиновую такую фишку и перестал чувствовать, что меня это заземляет. Вот. А вот в стрельбе это интересно. Договорились еще сходить, еще разок пострелять. Думаю, да, надо сходить, чтобы именно вот прочувствовать, ну, то есть будет ли у меня вот это ощущение, да, вот заземление сохраняться. Или же, то есть я уже все привык к этому делу. Вот, интересная штука. Значит, по стоимости получилось на нас четверых 400, там, 3 доллара с чем-то. Это с учетом того, что мы с Богданом взяли 3 пистолета, а парни взяли там еще, по-моему, ну, не пистолет, а три вида оружия. Парни взяли 5, что ли, разных видов оружия, и для некоторых они брали дополнительные комплекты, патрон. Вот. То есть, ну, примерно по 100 долларов на каждого получилось. То есть, стреляли мы ей фиг знает сколько по времени, конечно, но однозначно это того стоило, потому что такой опыт, то есть, ну, реально я познал себя. То есть, я понял, как можно заземляться и какими похожими вещами можно заниматься, чтобы, да, понижать, понижать свою энергетику для определенных вещей. Вот. Такой апдейт Женя, кстати, дал мне. Тоже смотрите, как все интересно происходит. У нас на съемках будет, мы будем использовать гарнитуру, эту самую, как она называется, наушную. Вот, вот такую штуку. И Женя сказал, говорит, типа, Андрей, я хочу, чтобы ты был главным по звуку, в общем, все прочекай, все подготовь там и все, все дела. И тут я понимаю, что, блин, короче, у нас же в банде, я на бэках, и как раз-таки не то, чтобы я прямо сейчас себе выбираю гарнитуру, но это следующая для меня цель. То есть, мы сейчас на репетициях, когда играем, да, то есть, я просто ставлю сбоку микрофон и как бы к нему пою. Но я стремлюсь именно вот к такому микрофону. И, соответственно, у меня сейчас есть очень интересный момент, связанный, да, вот с этим всем девайсом. Потому что это Женя сказал прямо очень, типа, он, короче, взял самый дорогой из того, что было. Поэтому у меня будет два дня до съемок, чтобы это все дело изучить, посмотреть, как это работает, протестить, ощутить на своем ухе, потрясти головой и так далее, и так далее, и так далее. В общем, классно. Вот было и так все происходит. И что еще классно. Вот я как раз сегодня это понял, что меня так привлекает здесь в людях. Здесь все, вот с кем я сейчас общаюсь, это ребята, которые так или иначе, ну, сделали какой-то серьезный шаг в своей жизни, да, ну, переехав в ЛА. И, то есть автоматом люди, которые пошли на такой шаг, они, соответственно, готовы, готовы, они понимают, как эта вселенная работает, да, и они все с горящими глазами и все готовы делать те вещи, которые многие люди не готовы делать. То есть, возможно, вы сейчас меня за эту фразу, как бы, ну, посчитаете, там, короче, неважно, я скажу так, как чувствую, да, а вы уж, ну, каждый пускай сам решает, что с ним связано. В общем, я понял, что в России, сейчас буду все на других сваливать, я, как бы, достиг такого некого предела развития, потому что я не видел в тех людях, с которыми я общаюсь и даже знакомлюсь, вот этого вот такого горящего взгляда и такой, знаешь, готовности сказать, да, давай это сделаем, точно, давай это сделаем, отлично, я, короче, этим займусь, давай это сделаем, это будет круто. Все всегда сразу находили какие-то, какие-то но, ну, и в целом, ну, по энергетике даже было что-то не то. То, возможно, понятно, что, возможно, я не вышел еще на тех людей в России, но сам факт того, что здесь, в Штатах за полгода я уже общаюсь с людьми, с которыми я понимаю, блин, мы можем снимать миниатюры, у нас есть крутая камера, у нас есть крутые операторы, у нас вообще все есть, у нас есть, блин, офигенный звук, просто все, все здесь в такой доступности, все готовы как-то коллаборировать, все делать, ну, я понимаю, что здесь как раз-таки вот эти все люди, которых я так скрупулезно ищу в России, они здесь все вот, ну, не то чтобы на каждом шагу, но условно любой человек, с которым ты здесь уже знакомишься, он именно такой, которого ты ищешь. Поэтому, конечно, для меня это бесценный опыт и теперь я точно знаю, что, условно говоря, что это не со мной что-то не так, да, а что действительно я, мне нужен другой уровень, мне нужны вот эти люди, которые живут здесь. То есть в России я постоянно думал, что, блин, короче, может быть, я там где-то, ну, не тащу по каким-то моментам, ну, не тащу в том плане, что, может быть, я там недостаточно прокачанный, там, скилловый и так далее, и так далее. Но по факту, сейчас как это объяснить, короче, здесь ты в каждом человеке чувствуешь поддержку, то есть на твое «а что если» ты всегда слышишь «да». Даже и в этом-то и прикол вообще всего роста и развития, что это «да», которое тебе говорят в ответ, оно не обязательно должно быть уверенным «да». То есть «да», ну, когда человек, знаете, что вот сказал, типа «да, мы это сделаем», и он это сделает. Вот в России часто именно так происходит, да. А здесь тебе говорят «да», но при этом тот, кто тебе говорит «да», он еще сам не уверен, что может не получиться, может еще что-то, но во всяком случае ты видишь в человеке намерения, стремиться к этому, желание идти к этому. И, соответственно, так и, в общем-то, из десяти попыток у тебя половина точно выстреливает и срабатывает. Вот именно вот это вот мне прямо очень здесь нравится, и мне вот этого сильно не хватало, да, людей, авантюристов, экспериментаторов, кто любит рисковать, и те, кто понимают, как устроена вселенная, и те, кто уже прошел через большое количество попыток, и понимает, что, то есть когда они ввязываются в определенную, в очередную авантюру, они уже знают, что все может вообще не получиться, но они готовы рисковать, потому что чем больше ты делаешь попыток, тем больше у тебя удач, да, успехов, реализованных каких-то вещей. Вот здесь я прям чувствую себя максимально классно, и как я и говорил, что сейчас такой момент, что столько возможностей появилось, что главный вопрос – это только как грамотно распределить время, поставить приоритеты, потому что из Хьюго у нас интересные штуки намечаются, и я здесь снимаю музыкальные видео для кого-то, то есть, вау, это очень классно, и, соответственно, сама история с тем, как мы эти видео снимаем, как мы находим локации, как здесь люди готовы за небольшие деньги давать тебе классную, классную техническую базу и так далее. Короче, я реально, вот, я чувствую, что меня сейчас, когда вниз опустило, да, на низкой энергии, сейчас эта высокая энергия возвращается, вот мне вот, ну, такой поток, поток просто сейчас нахлынул, и да, я, конечно, конечно, это определенно был классный вечер, вот, так что желаю каждому обязательно, да нет, наверное, не буду желать каждому, я хотел пожелать каждому съездить в другие страны, посмотреть, как люди могут себя проявлять другие, да, то есть почувствовать, насколько вы можете по-разному быть разным человеком, да, там, в России или же, допустим, в Штатах, в Европе, где угодно, в Японии, но если у вас нет такой потребности, да, то, да, в принципе, ну, я не буду желать, потому что если вам комфортно в России, значит, ну, значит, все классно, то есть вы на самом деле счастливый человек, потому что вы находитесь в том, в том, ну, так скажем, состоянии с тем окружением, с которым у вас максимально, ну, гармония, да, как это происходит, и, ну, самое ведь главное, это жить счастливо, и если это так, то зачем мне вам желать поехать сюда в Штаты и посмотреть, какие тут люди, вот, у меня такая потребность была очевидна, я реально сидел в России и не понимал, что почему так все сложно, почему так сложно найти людей и так далее, и сейчас я понял, что действительно не зря меня сердце тянуло в ЛА, потому что здесь те люди, которых я так долго искал, возможно, до 100%, точнее как, возможно, эти люди есть еще в других странах, и, собственно, это будет интересно исследовать, вот, но поскольку меня так тянуло в ЛА, поэтому вот мое первое такое десантирование, да, такое полноценное на полгода, оно происходит именно здесь, возможно, дальше будут какие-то исследования других, других территорий, но это все впереди, а сейчас я в ЛА, вокруг меня потрясающие люди, вокруг меня куча возможностей и огромное количество проектов, огромное количество идей и отличное настроение, чего вам и желаю, до скорого!